Всем привет! Пришло время третьего выпуска о технике плавания в кроле. Сегодня я хотел бы поговорить с вами на такую тему как разворот корпуса во время грибка во время плавания кролем. Мы разберем правильную технику, неправильную, разберем какие плюсы нам дает правильный разворот корпуса и также я дам вам парочку упражнений в конце для усовершенствования вашей техники плавания. Погнали! Начать, я думаю, стоит с того, зачем вообще нужно вращение, что оно нам дает и почему его обязательно нужно делать правильно. Первое, что приходит в голову, это, естественно, вдох, то есть для вдоха полноценного, правильного нам необходимо повернуть корпус, потому что, если мы будем поворачивать только голову, нам просто не хватит подвижности шеи, чтобы сделать полноценный, правильный вдох без лишних усилий. Поэтому первая позиция – это вдох, вторая позиция – это увеличение силы и мощности вашего грибка. То есть для того, чтобы грибок стал намного мощнее и эффективнее, вам необходимо повернуть корпус, потому что во время вот этого поворота, когда вы делаете грибок, подключается широчайшая мышца скины. Это одна из основных мышц, которые участвуют в грибке кролем и вообще в плавании, поэтому без поворота она у вас почти не включается, не задействуется, соответственно, эффективность грибка намного ниже. И третьим моментом можно добавить то, что при вращении корпуса у вас уменьшается сопротивление тела с водой. То есть когда вы плывете ровно и тащите за собой всю воду – это одно сопротивление. Когда вы поворачиваетесь, соответственно, как разрезаете воду, сопротивление намного меньше и это позволяет развивать намного более высокую скорость. Теперь я хочу сказать об основной ошибке, которую допускают в этом техническом элементе. То есть вращение не делают вообще. Очень многие плавают там, со стороны это выглядит как бежит таракан. То есть корпус ровно, он почти не вращается и руки просто идут по сторонам. Эта тема вообще плавно должна перетекать в пронос, но это будет уже следующее видео, потому что иначе видео получилось бы очень длинным. Поэтому про пронос мы поговорим в следующем видео. А здесь конкретно, что нет ротации корпуса, соответственно, пронос тоже идет неправильно через стороны и очень низкая эффективность грибка. Соответственно, это все влияет на скорость вашего плавания. Хочу сказать о важном моменте. То есть разворот корпуса, я имею в виду именно поворот корпуса от таза до плеч, ну, до головы. То есть не нужно вращать полностью ноги. Понятно, что не получится повернуть только отдельно тело без ног, но вращение таза не должно быть таким же, как вращение ваших плеч, иначе вы будете заваливаться. То есть ноги, таз и ноги, они должны примерно оставаться в одном положении. Как бы все равно будет небольшое смещение, но примерно они должны оставаться неподвижны, максимально неподвижны, насколько это возможно. Иначе вас начнет болтать из стороны в сторону. По традиции предлагаю начать разбор техники с неправильного варианта. И здесь стоит обратить внимание как раз таки на разворот корпуса и плеч. Разворот здесь происходит только ради того, чтобы руки и плечи проносились хотя бы чуть-чуть над водой, а не задевали воду, то есть совсем не тормозить себя. Но именно силового разворота для того, чтобы применить широчайшие мышцы спины и сделать грибок более мощным и интенсивным здесь нет. Вот здесь хорошо видно то, что спина практически плоская и постоянно почти в ровном положении, просто лежит на воде и все, а шевелятся только в основном руки. Вот с этого ракурса лучше видно то, что плечи вообще не поворачиваются, то есть руки просто несутся через стороны без вращения плеч. Теперь правильный вариант и здесь уже видно, что присутствует сильный разворот корпуса для более мощного грибка и для того, чтобы вдох было делать удобнее, быстрее и так, как нужно делать. Можете обратить внимание на то, как высоко плечо достается из воды. Это делается как раз для того, чтобы уменьшить сопротивление воды. Вот с этого ракурса хорошо видно, как разворот происходит почти до положения на боку, чуть-чуть не доходя, и из этого положения получается очень мощный и сильный грибок. Первое упражнение достаточно простое, по большому счету это просто плавание с подменой, но здесь акцент стоит делать именно на силовой разворот корпуса. То есть, когда вы делаете грибок, нужно приложить силу на окончание грибка и развернуть корпус, и чуть проскользить в этом положении. Это упражнение можно выполнять просто без экипировки, можно брать колобашку и плыть только на руках, для того, чтобы лучше почувствовать как раз работу спины и мощность вашего грибка. Также можно надевать ласты. Второе упражнение чуть сложнее, поэтому здесь лучше всегда его делать в ластах и с трубой, чтобы не отвлекаться на другие движения, такие как вдох и поддержание себя на воде. Смысл упражнения такой же, почувствовать работу спины и разворот вашего корпуса. Делается это одной рукой. То есть, вы делаете грибок, чуть-чуть скользите и снова с разворотом делаете второй грибок. Важно в положении, когда вы положили руку и плывете только на ногу, а на ногах доворачивать корпус в другую сторону, то есть имитировать технику полной координации. Если у вас уже хорошо получается делать это упражнение в ластах, то можно попробовать делать это без ласт. Это будет намного сложнее, потому что нужно держать себя на воде и прилагать больше усилий, но вы чувствуете грибок рукой намного ярче и лучше, потому что, соответственно, ваша скорость меньше без ласт. Третье упражнение достаточно сложное в исполнении, но если вы освоили первые два, то можно смело переходить к нему. Оно как раз направлено на ощущение именно разворота корпуса без участия рук. То есть, здесь обязательно делать его в ластах, потому что без ласт и без трубы это делать будет очень сложно. Здесь обращать внимание именно на независимость ваших плеч от таза. То есть, таз, естественно, как я и говорил раньше, он тоже будет поворачиваться, но нужно стараться поворачивать корпус максимально сильно и при этом максимально не поворачивать таз. Спасибо вам большое, что смотрели это видео. Кому понравилось, ставьте лайки там внизу, подписывайтесь на канал, комментируйте, оставляйте ваше мнение. Мне очень интересно почитать, повзаимодействовать с теми, кто меня смотрит. Надеюсь, было действительно полезно. Спасибо еще раз огромное за просмотр. Всем удачи, пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спасибо за просмотр!